добрый день уважаемые друзья с вами одессит на кухне добро пожаловать на наш канал и сегодня у нас рубрика ресторанный критик мне будет помогать мой друг мастер боевых искус художник и ресторанный критик виктор виноградов сегодня мы будем освещать кафе шашлычок поехали поехали ребята мы в гостях в кафе шашлычок хозяин шашлычка тигран очень прекрасный человек повар сейчас нам расскажет расскажет нам что такое вот что такое мясной на вот этот мясной холодильник что здесь как она готовится как она маринуется что у нас здесь есть вашим нас есть чудесно это все называется выход из кавказа это свиное шея это люля баранина это вырезка и свиного из сильные ребра грудинка мариновые помидоры и так далее сулугуни я вижу грибы печеные все на костре вот это все печется вот здесь а скажите мы сейчас будем жарить внутри половину мы делаем на костре с луком а тут мы сейчас будем жарить шашлык изнутри сейчас все покажем у меня у меня у меня у меня Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я так понимаю, что мы можем прийти здесь покушать, но у вас есть и доставка Есть и доставка, можете вынос заказать, у нас более-менее цена зависит Я слышал, что самая дешевая доставка в Одессе, по всей Одессе 50 гривен А от 3-х килограмм наца вообще бесплатная доставка Только по Одессе, естественно Понятно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Закрученные домашние закрутки И сейчас хозяин заведения расскажет Вот есть баклажаны печеные Здесь баклажаны печеные Есть перец печеный Есть помидоры печеные, они разные А есть еще вместе смесь баклажаны, помидоры с перцем Они все печеные на косты И очень вкусные, между прочим Все Кавказ, весь Кавказ знает И уже, наверное, все везде, здесь уже повсюду Все знают, что как это можно готовить, как это вкусно Это обычно, естественно, с Кавказом Но тут все, уже все знают, мы сами научились Мы учим всех, показываем, продаем, попробуем Самое вкусное из Кавказа И ценовая политика, самая интересная ценовая политика От 100 гривен до 250 гривен домашняя закрутка Печеная на костре Анекдот Анекдот сегодня будет за консервацию Бабушка идет на базар, покупает грибы Внучка вслед смотрит и думает Опять бабушка пошла за грибами Бабушка приносит ведро грибов Закручивает их Потом опять идет за грибами Опять приносит ведро грибов Опять закручивает их Внучка смотрит, смотрит Опять бабушка ушла за грибами Уже вся квартира пахнет этими грибами Бабушка возвращается, внучка встречает ее И говорит, бабушка, ты опять принесла грибы Теперь я понимаю, почему эти грибы называются опятами Ты мне расскажи свое мнение о нутре, о мясе Как она приготовлена Вообще-то я так внутри часто не ем Но вот по вкусу намечательно На что похоже, чтобы люди понимали На нутре На нутре, но ты ближе к ролику, может быть, ближе к свинине Нельзя сказать ближе Это своеобразное блюдо Хорошо изготовлено, вкусное Я сейчас попробую, да Я тоже скажу свое мнение обязательно Так, сейчас Замечательно Мягкое Отделяется Маленький кусочек Тигран молодец Очень горячее Сейчас будем пробовать, ребятки Ну, твое мнение Мое мнение, что мясо очень нежное Очень нежное Вкусное Сочное Ну, я бы сказал Вот самогон Я сюда, ну, на любителя Я бы сюда лучше бы добавил Ну, пил бы вино Вино, да Сокое вино Да, и напомним, что Нашим зрителям напомним, что Мясо нутрия, оно Очень диетическое То есть полезное для людей, которые Страдают какими-то заболеваниями Правильно, Виктор? Да И вот капитан нашего корабля Сегодняшнего В этом заведении можно отдохнуть Не только летом Вкусно покушать На солнышке Но и можно в закрытом помещении В теплом Отведать любые блюда Здесь есть буржуйка Обычная наша Буржуйка И очень тепло И попить горячего чая В чайниках И попить горячего чая С чайника Прямо с буржуйки Ребятки, мы сейчас Осветили Витрину мяса Витрину закруток Показали вам Тепло, которое идет От этого заведения И сейчас мы будем Переходить к нашей рубрике Ресторанный критик Как раз нам накрывают Стол И мы будем пробовать И говорить свое мнение И после мы спросим Мнение посетителей О этом заведении И о ихней кухне И вот нам заносят То блюдо, которое мы снимали На улице Это нутрие тушеное С луком и перцем И вот итоговое блюдо Тигранчик, дорогой Можно, да? О! И вот итоговое блюдо Которое оно Обалденно Красиво выглядит Очень-очень аппетитно Сразу даже хочется взять Кусочек черного хлеба И как в детстве Помакать в эту подливку И съесть И сейчас будем пробовать Тигран Гавид Какой натюрмортик с салом Лодочкой с салом Самое оно Ребята, вот и мы и за столом И мы пробуем первое блюдо Которое мы уже пробовали На улице Это нутрие тушеное С луком Вот Виктор уже пробует Мне, кстати, в прошлый раз Досталось не мясо А печеночка Я, оказывается, пробовал печеночку И она очень нежная И вкусная И как мнение, Виктор, твое? Может, чего-то не хватает Может быть, хозяину заведения Надо сделать подсказки То есть нутрия может Употребляться с вином Я так понимаю Под вино, под чай Любой напиток Но это очень вкусно Попробуем Сейчас я попробую Впрочем, я половину бовлина Да Участвуем присесть И услышать комментарии ваши Про мое заведение Что вы скажете Здесь по соли нормально Кому-то надо, ну, допустим Посолить по перцу В меру Ну, все Ну, самое интересное, что это без единого жира Сделано без масла Нет, натуральный, на его Собственно соку Собственно соку Очень интересно Там все, собственно соку Вкусно Честно говоря Я впервые пробую нутрию Вот в таком приготовлении Очень сочно Очень мягко Даже печень нутрия Очень вкусная Напоминает ближе, наверное Куриная печень Она очень мягкая Нежная Какие красивые кусочки И сегодня, кстати, ребята Шашлык у нас Так же самое изнутрии У нас два блюда И тушеное нутрия И шашлычочек изнутрии Посмотрите, какая приятная Семейная обстановка Какой красивый стол Какие вкусные блюда И мы сейчас попробуем С Виктором Шашлычочек изнутри Я возьму на себя Лидерство Кусочки Вот еще принесли Смотрите, какие Сочные Красивые Вкусные Самое лучшее мясо Возле косточки Самая лучшая земля между гор Самое вкусное мясо Возле косточки Так что Косточки возьмем Вот почему мне нравится Мясо все-таки Около косточки Так И я Вот здесь я могу Загадывать желание Однозначно Потому что я пробую Шашлык изнутри Это впервые в своей жизни Мясо очень похоже на мясо кролика Но намного нежнее Намного вкуснее И намного сочнее Ребята, я еще хочу добавить Что в общем-то здесь Кавказская кухня Но очень она приятная Она вкус не острая То есть она В меру острая В меру соленая Очень вкусная Очень вкусная Сочная Я хочу добавить Часто здесь бываете Практически всех Иногда Иногда с женой приходим Даже поужинаем Все вроде бы элементарно Ничего Свет естественно Но ароматы И вкус Замечательные А вот есть Какое-то у вас Любимое блюдо В этом заведении Которое готовит шеф Может быть Или девочки Он как у нас Выходец из Армении С мясом Обходится на ты Приготавливает его В любом виде Вкус Обалденный Мы не то что Здесь Кушаем Даже если к нам гости Иногда приезжают Мы заказываем себе Тоже И мясо Вот Иногда выезжали Даже на природу Получилось так Что не было мяса Съели все Взяли буквально Пару бутербродов Позвонили Тигранчику Без проблем Приготовил Привез А скажите Вот доставка Быстрая была Или медленная Ну с учетом того Что мы были За Восхищу 20 километров Отсюда Я не думаю Что это Там Как-то привзято То что Знакомые Друзья Привез Без проблем Вы видите Человек заказывал За город В пределах Города Максимальная Доставочка будет В течение часа И уже Горячие Сочные Блюда Те которые Вы закажете Будут у вас На столе У вашей семьи Ну Подвести Можно итог Чем дальше От Центра Тем вкуснее И дешевле Это я говорю Авторитетно Так как я По многим Ресторанам был Здесь Готовят Вот так вот Это Факт Мало того Одеситы Не приемляют Высокую кухню Вот ресторан Будапеш Закрылся Из-за всего этого Здесь просто Качественно И хорошо И во многих Ресторанах Так не готовят Как здесь Вот и все Я хочу еще спросить Вот мы сняли Шашлыки Люля Кебаб То что Есть в меню То что есть На витрине И хотелось бы Спросить Тигран А есть какие-то Блюда Которые Либо банкетные Либо Которые Не входят В меню Либо Блюда От шеф-повара Вы знаете У нас есть Куча блюд Очень много Есть пицца У нас Разного вида Которые Нету И не видно Есть у нас Чтобы вы понимали Первое блюдо Есть хашлама Есть харчо Есть борщ Шурпа Наверное Есть Шурпа Это хашлама Хашлама Называй Да Это хашлама На нашем языке Это На нашем Это Как бы На нашем Общем Это Уже Шурпа Это То же самое У нас С картошкой Первое блюдо Есть Суд харчо Есть Борщ Мы в основном Сегодня пробовали Вот за столом И на витрине У вас мясные блюда Там за столом Есть и молочные блюда И брынза Мы очень вкусную Брынзу Попробовали Да Но еще один Такой Закрутки Домашние Вот помидорки Вообще Были очень вкусные Без шкурочки Очищенная шкурочка Печеные помидорки Очень вкусный маринад А вот есть Блюдо Из рыбы Вот Такое Конечно Здесь дорада Есть у нас Кумбрия Есть у нас То, что сейчас наличие есть У нас дорада Из Кумбрия А в фореле Все остальное Все заказать У нас все всегда есть Мы сняли ваш телефон Но если бы вы озвучили По какому номеру Можно заказывать 073-787-0788 Всегда пожалуйста Мы благодарим На сегодня Хозяина Этого заведения Очень приятный Милый Добрый человек Гостеприимный Приходите Спасибо Спасибо Мы сегодня были В гостях В кафе Шашлычок Рубрика Ресторанный критик Очень уютная Кафе С хорошей кухней С разнообразием Блюд С вами был Одессит на кухне Пока Пока ребята До скорых встреч Но кроме мяса Кроме вот этого Прекрасного Вкусного Люля-кебаба Добрый день Мы продолжаем Еще раз Эти угли Уже красные Которые Обалденно Давай Со слова Угли красные И сейчас будем Переходить К самому главному К нашей рубрике Какая рубрика У нас Я уже забыл Та-та-та-та-та Еще раз Мы это все Вам обязательно Покажем С вами был Одессит на кухне Останавливай В кафе Шашлычок Рубрика Рубрика Еще раз Рубрика Блин-блин-блин-блин-блин До скорых встреч С вами был Одессит на кухне До скорых встреч С вами был Одессит на кухне Пока Пока ребята Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова